Сегодня в выпуске. Дастин Парье взял реванш у Конора Макгрегора. Результаты Жумагулова, Евлоева, Царукяна, Мурадова на UFC 257. И целая россыпь официальных анонсов от UFC. Поехали! В первом поединке вечера Амир Альбази победил Жалгаса Жумагулова единогласным решением. Счет по раундам 2-1 и для Жалгаса это уже второе подряд поражение в UFC. Мафсар Евлоев защитился от многочисленных попыток Ника Лэнса провести ему удушающий прием. И по результатам трех раундов раздельным решением забрал победу. Это четвертая победа Мафсара в UFC, а его рекорд состоит теперь из 14 побед подряд. В интервью после боя Мафсар выразил негодование в связи с раздельным решением. По его мнению он забрал все три раунда. Также Мафсар заявил, что следующий бой хотел бы провести до Рамадана, а соперником он видит Арнольда Алина. Двигаемся далее. Марчин Прахнио победил Халила раунд 3 единогласным решением. Это первая победа поляка в UFC, и ей он закрыл серию из трех поражений подряд в промоушене. Джулиана Пенья засамбитила Сару Макман в третьем раунде. Это пятая победа с Адмишиным Джулианой в карьере и шестая победа в UFC. Брэд Таварес победил Антонио Карлоса Джуниора единогласным решением. Это первая победа Тавареса аж с 2018 года. В следующем поединке ивента Арман Царукян вышел на свой четвертый бой в UFC и единогласным решением в очень уверенной манере победил Мэтта Фриволу. Один из судей даже отдал победу Арману со счетом 30-26. Эта победа стала третьей для Царукяна в UFC. В первом поединке главного карда Марина Родригес сотворила небольшой апсет. Проиграв первый раунд, она смогла финишировать Аманду Рибес во втором. Это первое поражение Рибес в промоушене. Махмуд Мурадов показал отличный бой. В третьем раунде он нокаутировал Эндрю Санчеса. Это третья победа Махмуда подряд в UFC и вторая досрочная. Сразу после финиша Махмуд выпрыгнул из октагона. И как он рассказал уже в послематчевом интервью, попросил Дану Уайта подписаться на него в инстаграм. Джоан Калдервуд победила Джесси Куай единогласным решением судей. И тем самым опять включилась в титульную гонку в наилегчайшем весе за право сразиться с Валентиной Шевченко. В соглавном поединке турнира Майкл Чендлер дебютировал в UFC с феноменальной победой нокаутом в первом раунде над Дэном Хукером. В интервью в октагоне Чендлер заявил, что если Хабиб собирается вернуться, чтобы довести свой рекорд до 30-0, то пусть попробует это сделать в поединке с ним. Вам был бы интересен такой бой? Делитесь мнениями в комментариях. И наконец в самом ожидаемом противостоянии вечера Дастин Парье и Конор Макгрегор выдали довольно равный первый раунд. Но во втором Парье отбил лоу-киками ногу Конора и это стало началом конца. Бриллиант нокаутировал Макгрегора в середине раунда. В интервью после боя оба бойца заявили о том, что им было бы интересно провести еще один бой, ведь сейчас счет равный 1-1. Помимо этого Парье рассказал, что после этой победы считает себя чемпионом, так как Хабиб завершил карьеру и что ему также интересен бой против Нейта Диаза. Стала известна реакция Хабиба на поражение Макгрегора. В твиттере Хабиб написал, вот что бывает, когда меняешь команду, бросаешь спарринг партнеров, которые сделали тебя чемпионом и спаррингуешь с детьми в отрыве от реальности. 50 тысяч долларов за лучшее выступление турнира получили Дастин Парье, Майкл Чендлер, Махмуд Мурадов и Марина Родригес. Бонус за лучший бой ивента не был выдан никому. Также во время ивента UFC официально анонсировали целый ряд поединков. Так, бой Кертиса Блейдса и Деррика Льюиса возглавит турнир 21 февраля в Вегасе. Противостояние Доминика Рейса и Иржи Прохаски станет главным событием турнира 28 февраля. Помимо этого отметим, что в этом карте Максим Гришин проведет свой третий бой в UFC против Дастина Джейкоби. UFC 259 7 марта возглавят сразу три титульных боя Аманда Нунес против Меган Андерсон. Израэля Десаня сразится за титул чемпиона в полутяжелом весе с Яном Блаховичем. А Петр Ян проведет защиту пояса против Алджамейна Стерлинга. Ну и это еще не все. 28 марта на UFC 260 мы увидим громкий реванш между Степи Меочичем и Фрэнсисом Нгану. А также противостояние Алекса Волкановски и Брайана Артеги. Также стало известно, что боец из Украины Денис Бондарь подписал контракт с UFC и дебютирует в промоушене 7 февраля на турнире UFC Vegas 18. Соперником Дениса станет Оди Осборн. На сегодня это все. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И напоминаем вам, что все поединки ивента вы можете посмотреть прямо сейчас в UFC Fight Pass по ссылке в описании к этому видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok